Мы, то есть плюс к той цифре, которая была анонсирована в январе, мы сократим дополнительно еще примерно 2500 рабочих. По служащим цифра практически удвоится, сокращение. Первоначально предполагалось 2500. Мы еще 2000 добавили. Такое заявление президент Автоваза сделал, представляя собственную программу оптимизации. В мае автогигант реализовал всего 28 тысяч машин. Для сравнения, в апреле продажи составили 42 тысячи автомобилей. Рынок сокращается, выручка падает. Программа Андерсена предусматривает уменьшение расходов предприятия на 10 миллиардов рублей. Примерно 2 миллиарда придется на фонд заработной платы за счет грядущих увольнений. Лидер независимого профсоюза автозавода «Единство» Павел Золотарев считает, что урезать необходимо в первую очередь расходы топ-менеджеров. Цифры, по его данным, сопоставимы. Правление Автоваза, коллегиальный управляющий орган Автоваза получает сегодня в месяц, каждый из них, их 12 человек, получает в месяц заработную плату в размере 1 миллион 600 тысяч рублей. Ну, если, ребята, критическая ситуация на заводе, давайте поурежемся вместе. Почему должен отвечать рабочий за кризис на Автовазе? Тем более, что кризис на Автовазе не рабочие создают, а вы управленцы. В адрес Бу Андерсена отправлены предложения независимого профсоюза с собственными вариантами оптимизации. Ответа пока нет. На встречу с руководителем предприятия Золотарева не пригласили. Заявленная Андерсеном программа сокращения расходов уже представлена президенту России Владимиру Путину в ходе его встречи с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. По словам главы региона, дополнительное сокращение потребовалось по причине снижения естественной текучести кадров. Автозаводцы дорожат рабочими местами. По прогнозам, уйдет по собственному желанию, как ранее бывало, на две тысячи меньше рабочих в основном. Поэтому не исключается, что придется принимать меры дополнительные по сокращению. А так, сокращение в прямом смысле слова 7,5 тысяч, такая задача не ставилась. Автозаводцы уже заявил о полноценном пятидневном графике работы в июне и даже о рабочих субботах на производстве отдельных моделей. С 1 июля на заводе вводится система предзаказов. Президент автогиганта сообщил о совершенствовании работы с дилерами, за счет чего удалось впервые за пять лет увеличить долю рынка в Санкт-Петербурге. Терра продолжит следить за развитием событий вокруг Автоза. Продолжение следует...